Приветствую вас, друзья! Сегодняшнее видео будет, наверное, неким таким продолжением моему видео, что такое высокоточная стрельба и его некая практическая реализация. Потому что приходилось много раз людям объяснять, что стрельба с упоров и стрельба без упор это два разных вида стрельбы. И не надо один противопоставлять другому. В идеале вы должны уметь работать из разных положений и с различных упоров. Также в ролике, что такое высокоточная стрельба, я говорил, что такая стрельба, которая приближается к технической кучности вашей винтовки и, возможно, лишь с упоров. Но тут опять возникают разговоры о том, какой упор лучше. Кто-то говорит, что это тиски, кто-то за пристрелочный станок, кто-то за БР-упор, лёжа или со стрелкового стола, ну а кто-то стреляет с ошек или с мешка, с капота и тому подобное. В сегодняшнем видео я хотел бы расставить точки над И, пострелять со всех возможных типов упоров, ну либо попытаться это сымитировать. Скажу, что я уже в течение трёх лет пытался в том или ином виде снять нечто подобное, но ни разу не было такого, чтобы я все виды стрельбы стрелял в одних и тех же условиях. Но, тем не менее, некие наблюдения есть и возникла проблема. Немногие верят, что стрельба лёжа с тактических сошек не сильно отличается от стрельбы с БР-упора. Некоторые боготворят эти БР-упоры, считают их некими там станками какими-то волшебными. Поэтому я решил сделать такой отстрел за раз. Изначально я планировал всё это сделать с малокалиберной винтовки на стрельбище, но когда концепция съёмок уже сложилась, на стрельбище сменилось время года и условия стрельбы, они стали жёсткими, постоянно меняющийся ветер, смена температуры. Поэтому было принято решение сделать всё это с использованием спортивной винтовки Вальтер ЛГ-300, с которой я стреляю в бенчерест и в арминт пневматической винтовки, и прострелять с неё все упоры, какие у меня есть. Какой был план? Дистанция 25 метров в тире. Мы сразу выключаем фактор ветра. За референс мы берём метод Гонзы на кучность, то есть две группы по пять. Почему этот метод Гонзы? Ну, чтобы не утомиться от большого количества выстрелов, а две группы по пять на одном листе, они позволят достаточно объективно сравнить кучность. Забегая вперёд, я могу сказать, что из неустойчивых я возьму лучшую группу, потому что в неустойчивых положениях нужно тренировать, и так как фактор стрелка влияет значительно, то разброс результатов получается в 2-3 и более раза. Поэтому именно из неустойчивых я беру одну группу, а из обычных положений, которые мне знакомы и отработаны, я буду стрелять, как вам сказал. Я посчитал, у меня 18 положений получилось, то есть это около 200 выстрелов. Конечно же, пневматика, потому что даже патронов жалко. Ну, а здесь как бы можно это сделать. Пристрел к оптике я также осуществлять буду с БР-упора, и в процессе менять не буду. Скажу сразу, что это не совсем правильно, и надо пристреливаться в том положении, с того упора, с которого будет осуществляться стрельба. И тогда с СТП проблем не будет. Но у меня вторая цель как раз проследить за смещением СТП от смены положения. Обязательно сюда я буду включать отстрелы с неустойчивых положений. Это лежа с локтей, сидя в ФТ-позиции, ну и стоя, наверное. Для того, чтобы проиллюстрировать вам то мое заявление, что кучность 0.3 MOA превращается в 5 MOA. Только после того, как вы берете винтовку с стола и даете в руку неподготовленного стрелка. И что подготовленный от неподготовленного стрелка отличается там 3, 5 MOA. Все это мы с вами увидим здесь. Ну и какие у меня положения? Во-первых, буду стрелять с упоров лежа. Это с рюкзака без второго упора, то есть с передним мешком. Лежа с двух мешков, лежа с тактических сошек. Ну, Харрис или ЛРА, там и уже какие будут. Задний тактический мешок. Лежа с сошек F-класса. Треногу я решил убрать, хотя здесь планировал и треногу, но она требует отдельной подготовки. И включать ее я сюда не буду. Следующий это отстрелы со стрелкового стола. Также с рюкзака, ну то есть с одного мешка без второго. С двух мешков. Тактические сошки, сошки F-класса. С BR-мешком. BR-упор. У нового BR-упор будет всего лишь один отстрел. Он идет за референс, потому что с него я, с этой винтовки стреляю довольно часто. И не вижу смысла спекулировать. Я просто покажу типичную кучность, которая есть. Она там менее 0,5 муа получается. Для того, чтобы выбивать максимальный результат в BR-25, нужна кучность менее 0,5 муа. Винтовка этого позволяет. Ну вот, какую кучность покажу, такая и будет. Пули, естественно, будут заведомо летящие для этой дистанции. Далее стрельба будет, имитация стрельбы с капота. Ну, я просто со стула встану, буду с опорой на стол стрелять. Потому что, когда я стреляю с капота, вы, может быть, видели, у меня там лежит деревянная поверхность, МДФ. Там вот полка какая-то от стола, на которую я кладу коврик или... или не кладу. В зависимости от того, с чего я стреляю. И получается, что, в принципе, тот же стол. Я уже настолько приловчился, что могу гарантировать, что стол, что капот, это, в принципе, одно и то же. Только в одном случае вы сидите на стуле, а в другом вы стоите. И вот я буду это имитировать. Также у меня будет имитация стрельбы из окна автомобиля. Понятно, что в тир автомобиля я не притащу, но я сяду на ФТ-подушку, на спинку стула кину коврик. И все это... Ну, то же самое примерно, что стрельба из авто. Так же буду стрелять с треноги без фиксации винтовки. Потому что довольно часто этот метод стрельбы используется. И я засидки его использовал. И вы будете, возможно, использовать. Не обязательно зажимать за аркорейл винтовку, а просто положить или рогатина какая-нибудь. Это вот стрельба с рогатиной будет. Получается, тут очень много стрельбы. Поэтому я сделаю сейчас тайм-код. Вы можете перейти сразу на обзор и оценку результатов. Чтобы не затягивать время. Но настоятельно рекомендую все-таки посмотреть весь процесс отстрела. Я снимал это с двух камер. И каждое положение я комментирую. Здесь будут разные способы стрельбы. Это свободный откат с БР-упора. Сошек F-класс я не стреляю свободным откатом. Сейчас я... Ну, несколько раз пробовал, не очень получается. И мне сказали, что в F-классе нужно, чтобы плечо касалось винтовки. Ну, так в канонических правилах устроено, по крайней мере. Будем придерживаться правил. Это стрельба с загрузкой сошек тактической, тоже, которую я практикую. Ну, и стрельба с БР-мешка. Кстати, когда я монтировал уже это видео, Алексей Солдатов скинул результаты стрельбы стрелка с его винтовки, который с БР-мешков вывел максимальный результат в БР-25. И, как вы можете убедиться, это вполне реально. Поэтому тайм-код вы знаете. Переходите либо сразу на оценку результатов, ну, либо смотрите все это видео. Там около получаса будет отстрел. Но, сами понимаете, 18 положений, хоть я там в три раза все это ускоряю, у меня это заняло чистого времени около пяти часов. Ну, вот все это я уместил в полчаса. Поэтому не надо писать, что слишком долго нудно, но сделайте быстрее. Поэтому не переключайтесь. Приятного вам просмотра. Так, использовать я буду свой вальтер. Сперва поставим вот эту вот БР-площадку на него. Потом планку подсушки. Хамстер даже приготовил для неустойчивых. Мы будем стрелять лёжа, ФТ и стоя при помощи него. Блок неустойчивых. Ну, давайте посмотрим, что получится. Пули я буду стрелять хэвиками. Хотел с феррори-дисками. Но нет у меня этой банки лень идти. Хэвики. 21-й год. У меня на 25 метров они отлично летят. Так, ну что, стреляем с БР-упора сейчас. На кучность по методу Ганзе. Я там уже пристрелялся. Референс я сделал. Покажу его чуть попозже. Так, стреляю. В верхнюю левую. В смысле, в левую мишень. Так, поражение есть. Вторая есть. Ну и на кучность теперь. Вторая группа. Все, БР-упор готов. Ну что, теперь стреляю в сошек F-класса. Буду с вкладкой в плечо стрелять. Как вот я стреляю МК, F-класс. Ну и как и взрослый МК, F-класс буду стрелять. Ну и как взрослый F-класс буду стрелять. Все то же самое. Так, полостой. Направка была. Здесь я уже обхватываю рукоятку. Попробуй. То же самое. Попробуй. 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 Не надо на трое. Попробуй. Попробуй. Так, теперь то же самое, только с ретацией стрельбы с капотом. Сразу же буду так же делать. Ну что, сейчас буду стрелять с тактических сошек. Для экономии времени я не буду стрелять на точность вот эти два выстрела. У меня меньше мишени, меньше времени на это уйдет. И так, в принципе, понятно, что можно посчитать, насколько отклоняется СТП даже на такой дистанции. Я буду сейчас стрелять сидя и потом имитация капота сразу. Сделаю четыре группы. Погнали. Так, тактический мешок. Плечо вдавливаю, сошки нагружаю. Все, погнали. Так, завал. Здесь, конечно, контроля уже больше требуется. Но, тем не менее, это тоже привычный. Мне тип стрельбы и так мешает вот этот мешок здесь. Спуск слишком чувствительный. Я привык к такими способами стрельбы стрелять с малокалиберной винтовки. Там спуск погрубее. И вот поэтому ошибка была там досадная. Так бы кучность была бы меньше. Все, погнали. Играет музыка. Играет музыка. Ну, так как есть. Сверху в первую точку. Так, имитация стрельбы с капота. Сейчас я сперва вкладываюсь. Я еще там в колесо упираюсь. Здесь нет этого упора. Поэтому будет чуть сложнее. У меня слегка завалено винтовкой. Ну, вот так. Играет музыка. Видно, что авторские ошибки уже присутствуют, но стрелять непривычно, неполная имитация, потому что у меня еще колесо, я упираюсь коленом в колесо, сейчас у меня две точки опоры, третий, ну получается раз, два, и колесо я упираюсь еще коленом или в крыло, сейчас этого нету и немножко неустойчиво уже. Ну что, сейчас у нас следующий тип стрельбы, это два мешка, я намеренно не ставлю сюда БР-площадку, чтобы сымитировать вот этот момент, то есть мне тут придется контролировать завал, то чего нет при стрельбе сошек, сейчас чуть подальше мешок, сейчас я гнездюсь, так, ну вот, в принципе я готов, потому что стоя, ну ну ладно. О ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, имитация капота. Попробуйте. Повесом что-то изобретит. Не, не получается. Ну ладно. Имитация капота. Все, видите, приловчиться только стоит и положение. Ну и здесь вот завал приходится контролировать. И уровня у меня на винтовке, кстати, нет. Следующий способ стрельбы, это имитация стрельбы с рюкзака. Ну, наверное, это то, что большинство, 90% из вас практиковало. То есть, когда вы кладете стрелковые мешки, а обычный рюкзак. Вот я его симитирую, конечно же, мешком. Так, стреляем сильнее. То есть, у нас нет никакого заднего мешка. Мы винтовку держим. Ну, по-пулеметному. Либо затыльник сжимаем, либо просто кулак подкладываем. Стрельба с кулака, так называемая. Это любой может практиковать. И давайте попробуем, что получится. Так же стол и капот. Здесь придется менять вкладку. Хотя можно попробовать и не менять. Сейчас я попробую. - Продолжение следует... Так. Получается очень даже не дурно, сам не ожидал. Это максимально неустойчиво из этих всех положений, если получится, сейчас попробую с треноги, но не получится, тренога будет у нас отдельно. Да, вот здесь вот уже. Ну просто с этой винтовки неудобно так стрелять, не знаю как ее держать. Если сидя еще как-то приловчился, то здесь вот, ну вот хотя сейчас видите, что уже залетает. Да, в принципе вот приноровился, если пострелять какое-то время, покорячится. Так, ну с устойчивыми положениями мы закончили. Ну что, начинаем блок упражнений с положения лежа. Я поменяю мишень. У меня тупо тех нету, а хочу все за один раз сделать. Зашла стрельба, поэтому стреляем. Так, вот здесь мой лежак. Сейчас буду также последовательно с разных положений. Так как винтовка сейчас уже стегнута, начну я с мешка. Мешок, потом тактические сошки, потом их в класс. Потом упражнения с треногой пойдут. Ну и в конце завершу неустойчивыми. Ну что, начнем с мешков. Холостой. Две группы. Конечно же затыльник бы поднять чуть-чуть, но я этого делать специально не буду. Так и только поднимался. Прenee кол 성ки мы seventy посадима бассейные enters компании. Нам нету вот этойcialиppenпли. Катчестер. Надо�ть эту лайк. Ёзи его, конечно. Много дня, Это один из основных видов стрельбы, которые использую сейчас. Так. Ну да. Погнали. Еще одну группу стрельнуть. Я в двоечку сейчас стрельну. Забыл про загрузку сошек. Здесь есть особенность небольшая. Надо загружать сошки. Сейчас вот вторую группу, когда стал стрелять, отпустил и сразу отрыв ушел вверх. Поэтому перестрелял. Вот эти две группы пойдут в зачет. Технику надо нарабатывать. Когда я только-только начинал стрелять, были большие проблемы. Сейчас есть уже определенная тактика. Я с этих сошек стреляю и с Орсиса, и с Чизы. Очень нравится. Но это реплика этих ЛРА по-моему. По поводу раскидывания ног. Сейчас общаюсь с бойцами, которые из СВО возвращаются на ротацию. Говорят, отстегивают ноги. Если раскинуть их, они защищены бронежилетом ничего, но и прям ноги выключают. Поэтому сейчас многие стараются стрелять, сложив ноги вместе. Давайте попробуем так пострелять. Интересно, что изменится, но заодно попрактикуемся. Это, конечно же, неправильно, но жизнь выносит свои коррективы, и игнорировать их нет никакого смысла. Так, в пятерку стреляю. Сразу, видимо, СТП изменилось. Потому что все влияет, каждый элемент. Вы видели, что была ошибка. Очень неудобно так лежать. Ну вот так. Неудобно так лежать. Однозначно неудобно. Но, как говорится, жизнь захочешь, не так раскорячишься. Так это тоже одно из наиболее устойчивых положений. В принципе, можно сравнить с БР-упором. Единственное, здесь я не стреляю свободным откатом. Я удерживаю винтовку и принимаю отдачу. Стреляю и так МК-Ф-класс. Ну давайте попробуем, что у нас получится. Стреляю и так МК-Ф-класс. Ну, что со стола, что лежа. Результат одинаковый. Так и должно быть. Так и задумывалось. И эти сошки Сергей по моим спецификациям делал. Именно для того, чтобы я мог стрелять и со стола и лежа. Ну пойдемте посмотрим. Ну что, вот такие вот у нас результаты. Мешки, сошки тактика, сошки F-класс. Здесь, как я уже сказал, без нагрузки стрелял, а вот стрелял с нагрузкой. Я просто неоднократно говорил, что лежа сошек я стреляю с такой же кучностью, как сидя со стола чуть ли не с БР-упора. Но вы сами можете это увидеть. Вот сошки F-класса. Здесь кучность даже чуть похуже. Но по СТП видим, что есть тенденция. То есть СТП смещается чуть вправо. А здесь я стрелял, сложив ноги вместе. Ну непривычное положение, так бы тоже уложил бы сюда. Ну потренироваться без проблем. С мешками видим чуть ниже и правее уходит. Здесь просто правее. Ну а здесь, что со стола, что лежа, СТП абсолютно одинаковые. То есть лохматим десятку. И стрелять, кстати, неудобно. Учтите, что я стреляю еще с двадцати четырех крат. С большей кратностью здесь бы был лучший результат. Позволяет. Внутри я, видите, поставил здесь точки, чтобы прицелиться было лучше. Дистанция маленькая. Ну куда делаться. Работаем. Фу блин, это стрелковой марафон какой-то. Вонницу коврик. Сейчас буду брать хамстер и подушку ФТ. Попух уже стрелять, но заходит, заходит момент. Ну что, теперь стреляем с рюкзака. Лежа из мешка. Как помним, с капота это получилось самое неустойчивое положение. Посмотрим, что получится и здесь. Здесь нет смещения. Смещение СТП. Просто во время выстрела я чуть сильнее нажал на спуск и пуля прилетела в точку прицеливания. Я это зафиксировал, так называемая отметка выстрела. И потом просто стал стрелять в нее. Так как мы сейчас стреляем в первую очередь на кучность. Потому что если бы я сейчас начал стрелять как в нижней мишени, целясь в точку, то растянуло бы группу. Поэтому здесь я посмотрю как. Я не вижу здесь смещение СТП. Но все, сейчас переходим к другим относительно устойчивым положениям. Это стрельба с треноги без фиксации винтовки и стрельба с опорой на дверь автомобиля. Ну, имитация. Так как у меня тут нет двери, что-нибудь придумаем. Теперь у нас имитация стрельбы с двери автомобиля. Достаточно многие практикуют такой способ стрельбы. Ваш покорный слуга не исключение. Кто-то там в соревнованиях даже показывает супер результаты. Давайте посмотрим. Так. Я упираюсь обычно в вывод. Тыльник, конечно, здесь надо пониже. Да. Это будет круче, чем с мешка, с капота. Видели, да? Кстати, я подобную стрельбу показывал. Сейчас вырезочку даже сделаю. Обзор леви, где у меня был. Там я стрелял с капота. Засрали, ой, с этой двери. Засрали стрельбу. Я показывал стрельбу со своей спортивной винтовки. Здесь тоже надо приловчиться. Но вы все видите. Мне неудобно. Ильник. Надо его ниже опускать для такой стрельбы. Давайте. Я тут повторю их не буду учитывать. Видите, как растянутся по горизонту. С отработкой спуска. Вот здесь вылазит максимум уже ошибки стрелка. Это уже, наверное, надо больше относить к блоку неустойчивых. Очень тяжело удерживаться. Ошибка. То есть, видите, четыре пули в одном отверстии. Теоретически, если потренироваться, то можно стрелять. Но это не мой способ стрельбы. Давно уже не стрелял. Ой-ой-ой. Этот выстрел сделал зря. Хотя в корпус засадить не получилось. Но его считать не будем. Хотя можем и посчитать. Какая в принципе разница. Этот выстрел сделал зря уже. Ну вот. Так, сейчас у нас еще одна. Еще один способ стрельбы. Который я тоже когда-то практиковал. Стрельба с треноги. Даже заочка была такая. Так. Т 속for别 заpowи. Т決енька. Подписывайтесь на мой канал. Скок, как вы собирелеюцию? Тебе. tesисaga. Подписывайтесь. Поверяйте. Подписывайтесь на мой канал. такой отрыв здесь все нормально голова наклонилась техническая проблема я с другой трой ноги стрелял не конкретно с зажимом винтовки не получится стрелять я пробовал сюда ставить площадку все это ходуном ходит винтовка не предназначена для стрельбы с треноги поэтому про треногу мы поговорим в отдельном видео сюда любить в кучу не буду да и ладно смысл понять можно конечно также на выделываться там по натренироваться но кому это нужно тот использует я это использовал для стрельбы уток на заседке для стрельбы лис поэтому вполне рабочий способ ну что вот мы плавно перемещаемся уже к неустойчивым положением ну как видим с рюкзака в принципе можно стрелять точно и кучно без вопросов здесь я уже сказал что мне просто пришлось стрелять в эту пробоину целись то есть стп здесь такой же как со стола вполне вполне рабочие то есть вся стрельба лежа в том числе и рюкзак работает двери тренога в принципе одно и то же как я уже сказал надо натренировать тенденцию видим но результат как есть так есть я ничего здесь приукрашивать не собираюсь ни с двери ни с треноги я не стреляю в таком виде стрельба с треноги зажимом винтовки будет как я уже сказал в отдельном видео сюда лепить его не буду там есть свои нюансы винтовку надо готовить другому и она все-таки относится ну наверное скорее неустойчивым чем к устойчивым положением сейчас переходим уже непосредственно самым настоящим неустойчивым ну что стреляем без упора с опоры на локти на картонке как положено да я чувствую сейчас он настреляем и 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 Пробовал несколько раз стрелять с переменным успехом, понял, что это не мое. Мое это винчи есть. Ну ладно. Вот так. Тоже возьму лучшую группу. С камеры уже садиться, выключать не буду. Так, ну, завершающий этап марклезонского балета. Стрельба стоя, да? Стрельба стоя, да? Да. так господа ну что родил я все-таки группы или стрельбы стоя тем не менее лучше не получается но вот примерно вот в эту вот группу получается ложится то есть теоретически в девятку то размер этой девятки можно уложиться девятка это где-то тут две с половиной угловых минут этой 3 ну есть есть у нас результат вот пожалуйста стрельба стоя ну что все мишени у меня погнали анализировать и делать выводы ну что же давайте с вами интерпретируем наш результат я сделал тут вам два скриншота все результаты я забил в excel выстроил их по рангу и потом и сгруппировал их по типу упора очень интересные у нас получились результаты ну давайте пойдем последовательно итак рейтинг непосредственно какой у нас получился самый кучный у нас получился беру пор но это не удивительно кстати я заведомо не стал использовать так называемый пристрелочный станок которые многие называют но при помощи которого я устанавливаю оптику потому что достаточно большое количество людей используют его для пристрелки я не рекомендую этим заниматься может быть я отдельно сделаю видео почему не стоит с него стрелять получается полная ерунда это никакой не пристрелочный станок это станок для обслуживания и установки оптики поэтому здесь я его использовать не стал но там результат значительно хуже получается чем с мешков я в этом убедился когда еще мне никаких бр-упоров и ничего подобного не было я стрелял с мешков потом мне подарили вот этот станок я попробовал с него два раза пострелять и все после этого использую только для обслуживания винтовки на втором месте как это ни странно мешок у нас получился мешок сидя то есть если бр-упор у нас 0.386 муа то мешки сидя получилось 0.494 то есть в любом случае это менее 0.5 муа и тот и тот способ позволяет выбивать максимальный результат в бр-25 о чем я вам во вступлении сказал что есть результат где человек с мешков выбил 250 и многие там удивились да ну учите как это без упора и были неоднократно победители турниров заочных которые стреляли с мешков вот мы можем убедиться что если стрелок подготовлен то он стреляет с мешков изберу бору практически с одинаковым результатом с мешков я также стреляю свободным откатом если бы я положил бр-площадку еще и не было бы вот этого контролирования завала винтовки то вышел бы еще лучше результат но он и так здесь как бы суб максимальный поэтому куда еще лучше на третьем месте сошки f-класса в положении сидя 0 549 тоже близко но сейчас мы перейдем к обзору сошек так дальше у нас рюкзак сидя то есть с одного упора я тоже отстрелялся но мне удалось в положении сидя я зафиксировал палец на ладони и фактически сымитировал задний мешок своим пальцем поэтому но результат видите сравнимо чуть чуть хуже конечно получился но фактически это то же самое то есть с рюкзака сидя в принципе можно стрелять и я неоднократно это делал из капота стрелял на с капота у меня получилось значительно хуже 088 а то есть два раза хуже так сошки тактика меня интересует вот сошки лежа они у меня на седьмом месте после сошек f-класса иду то есть теоретически сошек тоже можно стрелять но максимальный результат с бр-25 мы к сожалению с ними выбить не можем даже технически сошки сидя у меня оказались даже хуже чем лежа но потому что сошек я стреляю в основном лежа и я вам уже сказал что я не вижу разницы при стрельбе сошек со стола и лежа поэтому за очку я стреляю лежа там многие говорят да ну типа чё ты там есть же возможность стреляй сидя но вот вы видите что то о чем я говорил что сошек лежа я стреляю не хуже чем со стола вот оно подтверждается я настрелял с них даже лучше чем со стола вот так вот но это опять же вопрос тренировки любой упор требует тренировки видим как сменяется стп она отличается но если в этом положении пристреляться то все там нормально так ну теперь переходим к следующему скриншоту то есть я сгруппировал типы упоров которые использовал и можно оценить понятно что стрельба стоя самый худший результат но вот по поводу лежа с рук там один отрыв который кучу увеличил вдвое то есть теоретически лежа с рук можно стрелять в два раза лучше но я и так выбрал лучшую группу на видно что без тренировки стрелять сложно о чем я вам и сказал то есть авторская стрельба это авторская стрельба кучности винтовки это не имеет никакого отношения то есть кучность винтовки растворяется в ошибках стрелка стоя у нас 422 мова но я говорил что будет 5 но видите я себя даже это чуть ниже опустил чем являюсь тем не менее умудряюсь как-то там что-то контролировать но вы видите разницу до 03 мова 004 грубо говоря и 4 в 10 раз разница отличается все растворяется в ошибках стрелка вот вам что такое высокоточная стрельба тренога оказалась тоже неустойчиво но треногу можно сравнить со стрельбой лежа с рук вот примерно около двух муа они будут ну и дверь тоже относится скорее к неустойчивым положением то есть здесь тоже тонет кучность винтовки в ошибках стрелка ft позиция кстати если ее потренировать то многие стреляют не хуже чем с мешков но мне до этого очень далеко но тем не менее я стрелялся примерно так же как с треноги но потому что я и тренировал их одинаковое количество времени тренога имеется ввиду без фиксации винтовки ну и так смотрите рюкзак то есть один мешок без заднего пора 0 91 но получается средняя кучность по всем отстрелам субминута но то есть теоретически пристреливать свое оружие с рюкзака можно и многие это делают это имеет место быть но вы понимаете что кучность 04 и 09 это в два раза то есть кучность будет у вас два раза хуже поэтому когда 0 5-минутная винтовка вас стреляет минуту ну с таким видом упора это нормально сошки 0.75 мова обычные сошки тактические но и здесь да на треть результат отличается полностью максимально раскрыть возможности винтовки не получается но тем не менее работаем здесь сошки с капота и отстрелялся плохо так бы вышел бы из 0 7 мова там 0 94 получилось но из-за того что там был отрыв опять же ошибки стрелка сошки в класса 0 62 мова получилось что наверное это один из лучших видов упора по поводу мешков хоть и сидя мы получили результат такой же как сбор упора но лежа из капота уже не так устойчиво получается и результат хуже и это тоже кстати замечал в своих отстрелах многочисленных что с мешков лежа стрелять получается хуже в отличие от тех же сошек но потому что они предназначены для стрельбы все-таки со стола то есть разница в кучности в два раза вот сидя 0.49 получается капот и лежа уже 88 то есть в два раза кучность ухудшается вот такое видео пишите комментарии что думаете на этот счет до новых встреч пока